Шилды, платы, датчики. Данил и Роман в захлёб рассказывают о том, из каких деталей они сделали своих мини-роботов. Их изобретения выглядят неказисты. На первый взгляд кажется, что провода и микросхемы собраны в случайном порядке. На самом деле ребята наделили эти машины искусственным интеллектом, и теперь роботы могут выполнять определенные действия. Это наша фантазия полностью. Как можете видеть, они самопальные. Да, корпус у них не очень, розовые колеса и так далее. Но зато мы их полностью сами сделали. То есть от и до полностью проектирование, программирование. Роботы братьях Крутовых на областных соревнованиях оставили далеко позади себя десятки конкурентов и привезли в Саров дипломы и кубки за первое и третье место. Данила и Роман выступали в номинации «Триатлон». Это значит, что их роботы, собранные на базе Ардуино, должны были пройти три этапа. Первый этап – кегель-ринг. Нужно было вытолкнуть 8 кегель за черную линию. За ним следовал следующий этап. Это езда по линии. Робот должен был пройти одну из нескольких траекторий, которую выберет сам программист. И следующий этап – это лабиринт. Готовясь к соревнованиям, Даниил запрограммировал своего робота на запоминание тупиков. Если будет дана вторая попытка для прохождения дистанции, то умные машины потратят на это гораздо меньше времени. На региональных состязаниях Даниил проверил свои знания и умения в области робототехники и пообщался со специалистами. Я смог не только поучаться в соревнованиях, но и набраться опыта от старше меня людей, пообщаться с ними. И, следовательно, сделать для себя какие-либо выводы, что мне нужно улучшить, что нужно добиться в своих начинаниях. Даниил и Роман более четырех лет занимаются в отделении робототехника. Их наставник Александр Розумков решил остаться за кадром. Мотивируясь тем, что львиная доля работы по созданию и программированию роботов принадлежит ребятам. И призовые места в областных соревнованиях – это полностью их заслуга. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.